добрый день дорогие друзья с вами капля и мы продолжаем говорить о крещении в духе святом сегодня я хочу поговорить еще об одном условии крещения в духе святом и давайте начнем с евангелия от иоанна 7 глава 37 стих в последний же великий день праздника стоял иисус и возгласил говоря кто жаждет иди ко мне и пей и так следующим условием принятия духа святого является собственно акт принять бог дает нам но мы должны это принять смотрите иисус он не не приходит и не подходит каждому человеку и говорит возьми пожалуйста возьми пожалуйста возьми пожалуйста так было в тапке когда он пригласил учеников помните когда он накормил 5000 человек он сказал принесите еду он преломил дал ученикам и сказал пойдите и раздайте всем то есть должно быть некое действие со стороны людей здесь в этом отрывке мы с вами читаем что иисус говорит придите ко мне и пейте и так смотрите для того чтобы бог излил духа святого в нашу жизнь нам с вами необходимо прийти и пить нам необходимо прийти и принять то что приготовил для нас господь бог не будет приходить и впихивать это в нас он не будет изливать это когда мы не ожидаем это происходит когда мы просим и когда мы видим протянутую с неба руку мы приходим и берем и это же касается крещение в духе святом нам нужно открыться нам нужно принимать то что дает господь как это происходит на практике очень много людей о которых мы молимся о крещении духом святым они они ожидают не излияния духа они живая ожидают каких-то переживаний кто-то ждет что начнет трясти кто-то ожидает что сейчас начнет начнут через него идти какие-то языки независимо от него этого не будет происходить друзья для того чтобы получить необходимо принять необходимо просто открыться и начать принимать от духа святого не просто сказать да господь приди открыть глаза и увидеть что ты должен сделать когда мы говорим о иных языках помните в книге деяния апостолов написано что когда на них сошел дух святой они начали говорить на иных языках там не написано что когда на них сошел дух святой через них начал говорить дух святой там написано они начали это делать если вы хотите чтобы бог наполнил вашу жизнь примите это примите это таким образом каким вам показывает писание начните пить начните говорить на иных языках начните пророчествовать я более чем уверен что это единственное что отделяет нас от сверхъестественного не какие-то ангельские пения а когда мы начнем говорить на иных языках когда мы обратимся к нашим болезням к нашим проблемам и мы скажем во имя иисуса христа мы запрещаем вам здесь действовать когда мы начнем пророчествовать в нашу страну в нашу семью в наши дома в нашей церкви мы будем говорить я провозглашаю процветание я провозглашаю благодать и благословение когда вы будете это делать вы принимаете тем самым